Да, парадная приготовится. Ты готов, да? Давайте. Так, моторчик. Никита увидел сон. Он снился ему уже несколько раз. И все один и тот же. Легко и неслышно отворяется дверь в зал. На паркете лежат голубоватое отражение окон. За черными окнами висит луна большим светлым шаром. Никита влезает на ломберный столик в простенки между окнами и видит. Вот напротив у белой как мел стены качается круглый маятник в высоком футляре часов. Качается, отсвечивает лунным светом. Над часами на стене в раме висит строгой старичок с трубкой. Сбоку от него старушка в чипце и шали и смотрит, поджав губы. Из-под дивана, из-под бахромы, вылезает кот. Потянулся, прыгнул на диван и пошел черный и длинный. Дошел до конца, спрыгнул на паркет и сел перед часами спиной к окошкам. Маятник качается и качается. Старичок и старушка строго смотрят на кота. Маятник качается. Тогда кот поднялся, одной лапой оперся на футляр, и другой лапой старается остановить маятник. А стекла-то в футляре нет. Вот-вот достанет лапой. От страха у Никиты звенит в голове, звенят какие-то острые стекляшечки, сыплется песок мурашками по всему телу. Собрав всю силу, с отчаянным криком, Никита кинулся на пол. И пол вдруг ушел вниз. Никита сел, оглядывается. В комнате два морозные окна. Сквозь стекла видна странная, больше обыкновенной, луна. Господи! Слава тебе, Господи! Никита сунул голову под подушку. Подушка эта была теплая, мягкая, битком набита снами. Но не успел он зажмурить глаза, видит, опять стоит на столе в том же зале. И опять из-под дивана вылезает голова кота. Но Никита уже протянул руки, оттолкнулся от стола и прыгнул. И быстро-быстро, перебирая ногами, не то полетел, не то поплыл над полом. Необыкновенно приятно лететь по комнате. Никита толкнулся ногой в стену и медленно полетел через комнату к часам. Наверху футляра стояла бронзовая вазочка. И в вазочке на дне лежало что-то. Не рассмотреть. И вдруг Никите точно сказали на ухо. Возьми то, что там лежит. Возьми то, что там лежит. Никита сунул было руку в вазочку, но сейчас же из картины живо высунулась злая старушка и худыми руками схватила Никиту за голову. Он вырвался, но сзади из другой картины высунулся старичок. Замахал длинной трубкой и так ловко ударил Никиту по спине, что Никита полетел на пол, ахнул и открыл глаза. Сквозь морозные узоры сияло и скрылось солнце. Около кровати стоял Аркадий Иванович, тряс Никиту за плечо и говорил «Вставай, вставай! Вставай! Девять часов!» Никита вскочил с постели и заплясал на теплом полу «Рождественские каникулы!» Он совсем забыл, что с сегодняшнего дня начинаются счастливые долгие две недели. Вечером Никита рассматривал картинки в Ниве и читал объяснения к картинкам. Интересного было мало. Матушка склонила голову. Волосы у нее пепельные, тонкие и вьются на виске, где родинка, как просяное зерно. Гузела на чердаке. Матушка подняла голову, прислушиваясь. Тогда Никите представилась, как на холодном, темном чердаке сидит, смирно подперев щеки ветер и воет. Скучно! Ночь долгая, на чердаке холодно, а он сидит один-одинешенек и воет. Никита слез со стула и сел около матушки. Она, ласково улыбнувшись, привлекла Никиту и поцеловала в голову. Не пора ли тебе спать, мальчик? Нет. Еще полчасика. Пожалуйста. Никита прислонился головой к матушкиному плечу. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В глубине комнаты, скрипнув дверью, появился кот Васька. Хвост кверху, вид весь кроткий и добродетельный. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ветер на чердаке завыл отчаянно, и в это время за окнами раздался негромкий крик, скрип снега, говор голосок. Матушка быстро поднялась со стула. Аркадий Иванович подбежал к окну и, вглядываясь, воскликнул. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Приехали! Боже мой, проговорила матушка взволнованно, такой буран! Через несколько минут Никита, стоя в коридоре, увидел, как тяжело отворилась обитая войлоком дверь, влетел клуб морозного пара и появилась высокая и полная женщина в двух шубах и в платке, вся запорошенная снегом. Она держала за руку мальчика в сером пальто с блестящими пуговицами и в башлыке. За ним, стуча морозными валенками, вошел ямщик. На руках у него лежала девочка в белой мехом наверх козьей шубке. Склонив голову на плечо ямщика, она лежала с закрытыми глазами. Личко у нее было нежное и лукавое. Матушка приняла у кучера спящую девочку, сняла с нее меховой капор, из-под него сейчас же рассыпались светлые золотистые волосы и поцеловала ее. Лилечка, Лилечка, приехали! Девочка вздохнула, открыла синие большие глаза и вздохнула еще раз, просыпаясь. Настал сочельник. В гостиную втащили большую мерзлую елку. Отъели веяло холодом, но понемногу слежавшиеся ветви ее оттаяли, поднялись, распушились и по всему дому запахло хвоей. Елку убрали, опутали золотой паутиной, повесили цепи, вставили свечи в цветные защипочки. И когда все было готово, матушка сказала, а теперь, дети, уходите и до вечера в гостиную не заглядывать. Солнце страшно медленно ползло к земле, розовело, застилало сомглистыми облачками, длиннее становилась лиловая тень отколоться на снегу. Наконец матушка велела идти одеваться. Никита оделся, вышел в коридор и увидел важно идущую ему навстречу девочку в белом. На ней было пышное платье с кисейными юбочками, большой белый бант в волосах и раз-два-три, раз-два-три, шесть пышных локонов с боков лица, тоже сейчас неузнаваемого, спускались на худенькие плечи. Подойдя, Лиля сгримасая оглядела Никиту. Ты что, думала, это привидение? Сказала она. Чего ты испугался? И прошла в кабинет и села там с ногами на диван. Никита тоже вошел за ней и сел на диван на другой его конец. В комнате горела печь, потрескали дрова, рассыпались угольками. Лиля сидела, не двигаясь. Было чудесно, когда светом печи освещалась ее щека и приподнятый носик. Появился брат Лили Виктор в синем мундире со светлыми пуговицами и с голумным воротником, таким тесным, что трудно было разговаривать. Затем в коридоре хлопнуло на блоке дверь, послышались голоса и много мелких шагов. Это пришли дети из деревни. И в это время раскрылись двери в кабинет. Дети соскочили с дивана. В гостиной от пола до потолка сияла елка множеством, множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. Свет от нее шел густой, теплый, пахнущий хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками. Никита протянул Лиле руку. Она дала ему руку и продолжала глядеть на свечи. В синих глазах ее, в каждом глазу, горело по елочке. Дети стояли неподвижно, потрясенные. В гостиной раскрылись другие двери. И, теснясь к стенке, вошли деревенские мальчики и девочки. Тогда матушка заиграла на рояле. Журавлины долгие ноги не нашли пути дороги. Аркадий Иванович подбежал к толпе мальчиков и девочек, схватил двоих за руки и галопом помчался с ними вокруг елки. Бегая, он прихватил еще двоих, потом Никиту, Лилю, Виктора И, наконец, все дети закружились хороводом вокруг елки. Матушка закрыла рояль и велела всем идти в столовую пить чай. Но Аркадий Иванович тут не успокоился. Устроил цепь и сам впереди, а за ним двадцать пять ребятишек, побежал обходом через коридор в столовую. В прихожей Лиле оторвалась от цепи и остановилась, переводя дыхание и глядя на Никиту, смеющимися глазами, она спросила, «Ты чего смеешься?» «Это ты смеешься», ответил Никита. И сам, не понимая, как это вышло, нагнулся к Лиле и поцеловал ее. Она сейчас же ответила с короговоркой, «Ты хороший мальчик, я тебе этого не говорила, чтобы никто не узнал этот секрет». Повернулась и убежала в столовую. После чая Аркадий Иванович устроил игру фанты, но дети устали, наелись и плохо соображали, что нужно делать. Матушка сказала, что елка кончена. Дети пошли в коридор, оделись и вывалились из дома всей гурьбой на мороз. Никита пошел провожать детей до плотины. Когда он один возвращался домой, в небе, высоко, в радужном бледном круге горела луна. Деревья на плотине и в саду стояли огромные и белые, и, казалось, выросли, вытянулись под лунным светом. Направо уходила в неимоверную морозную мглу белая пустыня. Никите казалось, что он идет во сне, в заколдованном царстве. Только в зачарованном царстве бывает так странно и так счастлива на душе. Никита вернулся домой. И, проходя через комнату, услышал, как Лиля говорила, «Мамочка, дайте мне, пожалуйста, чистенькую тряпочку. У новой куклы Валентина разболелась нога. Я беспокоюсь за ее здоровье». Никита остановился и снова почувствовал счастье. Оно было так велико, что, казалось, будто где-то внутри у него вертится, играет нежно и весело музыкальный ящичек. Никита пошел в кабинет, сел на диван, на то место, где сидела Лиля, и, прищурившись, глядел на расписанные морозом стекла. Нежные и причудливые узоры эти были, как из зачарованного царства, оттуда, где играл неслышно волшебный ящик. Это были ветви, листья, деревья, какие-то странные фигуры зверей и людей. Глядя на узоры, Никита почувствовал, как слова какие-то сами с собой складываются, поют. И от этого, от этих удивительных слов и пения волосам у него стало щекотно на макушке. Никита осторожно слез с дивана, отыскал на столе у отца четвертушку бумаги и большими буквами начал писать стихотворение. «Уж ты лес, ты мой лес, ты волшебный мой лес, полный птиц и зверей и веселых дикарей. Я люблю тебя, лес, так люблю тебя, лес!» Но дальше про лес писать было трудно. Никита грыз ручку, глядел в потолок, да и написанные слова были не те, что сами напивались только что, просились на волю. Никита перечел стихотворение, оно все-таки ему нравилось. В большой прихожей против печи на сундуке сидела Лиля и глядела, как пляшет огонь. Никита сел рядом с ней на сундук. «Давайте с вами разговаривать», задумчиво проговорила Лиля. «Расскажите мне что-нибудь интересное». «Хотите, я расскажу?» «Какой я недавно сон видел». «Да, про сон, ну расскажите, пожалуйста». Никита начал рассказывать сон про кота, про жившие портреты и про то, как он летал и что видел, летая под потолком. Лиля внимательно слушала, держа на коленях куклу, у которой был сделан компресс. Когда он кончил рассказывать, она повернулась к нему, глаза ее были раскрыты от страха и любопытства. «Она спросила, что же было в вазочке?» «Не знаю. Наверное, там что-нибудь было интересное. Но ведь это я во сне видел». «Ах, все равно, надо было посмотреть. Вы, мальчик, вы ничего не понимаете. Скажите, а какая вазочка у вас есть на самом деле?» «Часы у нас есть на самом деле, а вазочку я не помню. Часы в кабинете у дедушки стоят». «Пойдемте посмотрим». «Там темно. Мы фонарик с елки возьмем. Принесите фонарик, ну, пожалуйста». Лиля накинула на себя большой пуховый платок. Дети, крадучись, вышли в коридор и прошмыгнули на летнюю половину. В темном высоком зале густым инием были запушены окна. На них от лунного света лежали тени ветвей. Было холодновато, пахло гнилыми яблоками. Никита потянул дверь. Она жалобно заскрепела, и звук этот гулко раздался в пустых комнатах. Ах! Лиля схватила Никиту за руку. Фонарик задрожал, и красные, синие лучи его полетели по стенам. «Они смотрят!» прошептала Лиля, показывая на два темные портрета на стене. На старика и старушку. Дети перебежали комнату и открыли вторую дверь. Кабинет был залит ярким лунным светом. Лиля, вглядываясь, воскликнула. «Вазочка! Смотрите же, Никита, вазочка!» Действительно, в глубине кабинета наверху старинного красного дерева часов стояла бронзовая вазочка с львиной мордой. Никита никогда ее почему-то не замечал, а сейчас узнал. Это была вазочка из его сна. Он подставил стул к часам, вскочил на него, поднялся на цыпочки, засунул палец в вазочку, и на дне ее ощупал пыль и что-то твердое. «Нашел!» Воскликнул он, зажимая. Это в кулаке. И спрыгнул на пол. В это время из шкафа блеснули лиловые глаза. Выскочил кот. Василь Васильевич, ловивший мышей библиотеки. Лиля замахала руками, пустилась бежать, а за ней побежал Никита. Точно чья-то рука касалась его волос. Так было страшно. Перегоняя детей по лунным квадратам, неслышно пронесся Василь Васильевич, опустив хвост. Дети вбежали в прихожую, сели на сундуку огня, едва переводя дыхание от страха. У Лили горели щеки. Глядя Никите прямо в глаза, она сказала, «Ну?» Тогда он разжал пальцы, «Колечко». На ладони его лежало тоненькое колечко с синеньким камешком. Лиля молча всплеснула руками. «Это волшебное», сказал Никита. «Слушайте, что же мы с ним будем делать?» Никита, нахмурившись, взял ее руку и стал надевать ей колечко на указательный палец. Лиля сказала, «Нет, почему же мне?» Посмотрела на камешек, улыбнулась, вздохнула и, обхватив Никиту за шею, поцеловала его. Никита так покраснел, что пришлось отойти от печки. Собрав все присутствие духа, он проговорил, «Это тоже вам». Вытащил из кармана смятую, сложенную в восемь раз бумажку, где были написаны стихи про лес и подал ее Лиле. Она развернула, стала читать, шевеля губами, и потом сказала задумчиво, «Благодарю вас, Никита, эти стихи мне очень нравятся». За вечерним чаем мать Лили, окончив пятую чашку со сливками и с добными горячими репешками, сказала густым голосом, «Вот что, дети, завтра понедельник». Вы это, конечно, забыли. Кончайте пить чай и немедленно идите спать. Завтра чуть свет мы уезжаем. У Никиты сразу застлало глаза. Он отвернулся и стал глядеть на Василия Васильевича, кота. Виктор и Лиля кончили пить чай, простились и вместе с Никитой вышли из столовой. В теплой полутемной прихожей, где мальчикам нужно было поворачивать направо, Никита остановился перед Лили, и, покусывая губы, сказал, «Вы летом к нам приедете?» «Это зависит от мамы», тоненьким голосом ответил Лиля, не поднимая глаз. «Будете мне писать?» «Да, я вам буду писать письма, Никита. Ну, прощайте, прощайте, Никита». Лиля кивнула бантом, подала руку, кончики пальцев и пошла к себе, не оборачиваясь, пряменькая, аккуратная. Покуда Виктор ворчал, укладывая в корзинку книжки, игрушки, отклеивал и прятал в коробочку какие-то картиночки, лазил под стол, разыскал перочинный ножик, Никита не сказал ни слова, быстро разделся, закрылся с головой одеялом и притворился, что засыпает. Ему казалось, что всему на свете конец. Выпускающийся на глаза дремоти в последний раз появился, как тень на стене, огромный бант, которого он теперь не забудет во всю жизнь. Морозы становились все крепче. В доме были будни. Матушка стала замечать, что Никита ходит скучный и говорила об этом с Аркадием Ивановичем. Решено было отменить занятие по алгебре, пораньше отсылать Никиту спать и закатить ему, как это очень неумно выразился Аркадий Иванович, к осторке. Все меры были приняты. По наблюдению Аркадия Ивановича Никита повеселел, но настоящий целитель пришел через три недели. Сильный сырой ветер с юга, закутавший поля, сад и усадьбу серой мглой, с бешено несущимися над самой землей рваными облаками. Никита вышел во двор. День был мглистый. Никита пошел к плотине. Еще издали слышался шум мокрых деревьев, будто вдалеке шумела вода в шлюзах. Качающиеся вершины ветел были закутаны низколетящими рваными облаками. В облаках среди мотающихся сучьев взлетали, кружились, кричали горловыми тревожными голосами черные птицы. У Никиты, захватывав дыхание, било сердце. Это были грачи, прилетевшие с первой весенней бури на старые места к разоренным гнездам. Началась весна. КАРАНСТА 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 Продолжение следует...